Привет, друзья! В прошлом ролике я познакомил вас с концептами безопасных автомобилей, объединенных программой ESV, что означает Experimental Safety Recycle. Её создало Министерство транспорта США в 70-е годы прошлого века, дабы наладить ситуацию на дорогах и уменьшить показатели смертности. Автомобили ESV должны были обеспечить выживание всех пассажиров в результате фронтального удара о недеформируемое перекрытие на скорости 80 км в час и бокового на 48 км в час, выдерживать два полных переворота на 100 км в час, а также защищать седоков от удара сзади на скорости 120. Что ж, цифры эти во многом запредельны даже сегодня, однако это не помешало родиться множеству интересных ESV-проектов, о которых я рассказывал в прошлом выпуске. Сегодня же мы ещё больше углубимся в эту тему и посмотрим на то, как развивались автомобили безопасности спустя годы. Всем приятного просмотра! Хонда представила свой концепт безопасного автомобиля ещё в 1973 году на базе серийного Civic. Тогда у японцев возникли предсказуемые проблемы, связанные с возросшей массой машины, однако это не помешало взять их концепт за основу, пожалуй, самого безопасного автомобиля в мире. Проект со скромным именем Minicar также инициировало правительство Соединённых Штатов. Он предусматривал постройку городской четырёхместной компактной машинки, которая одновременно должна была стать самым безопасным авто на дороге. В верхушке уже понимали, что огромные, неуклюжие, прожорливые и роскошные динозавры станут потихоньку отходить в прошлое. Мир нуждался в безопасном, экономичном, экологичном и эффективном автомобиле. К 1975 году было построено 14 экземпляров мини-кар с двигателем и трансмиссией от серийного Civic. Однако кузов полностью переделали, от базовой Honda осталась лишь несущая часть, а все внешние панели были выполнены из ударопрочного пластика, под которым таился слой защитной пены. Вместо обычных распашных дверей конструкторы применили подъемные типа крылочайки, как в DeLorean из фильма «Назад в будущее». Американские инженеры не забывали о стиле. Передний бампер и крылья могли выдержать удар до скорости до 10 миль в час без ущерба для машины, а подголовники передних сидений соединялись с крышей, чтобы обеспечить защиту шеи пассажиров от хлыстовой травмы при наезде сзади. Электронная начинка тоже была грандиозной по тем временам. АБС – двухступенчатые подушки безопасности, прадед активного круиз-контроля с радиолокационным радаром, который мониторил обстановку на дороге и давал газу либо тормозил в случае необходимости, вплоть до экстренной остановки. Из прочих инноваций – шины, которые при проколе могли продолжать движение на расстояние до 80 км, сегодня такие называются Run Flat. Серийная версия безопасного миникара должна была весить до 1 тонны и потреблять около 8 литров топлива на 100 км пути. Со всех сторон миникар RSV казался прорывным автомобилем. Специалисты Ведин Голла ствердили, что попадя он в серию, можно было бы спасать тысячи жизней в год. Однако у проекта была печальная судьба. Детройтские автопроизводители сопротивлялись любому использованию инноваций и прорывных идей в маленьких авто, делая упор лишь на большие и роскошные модели. Их давление на правительство США дало свои плоды. Как и американские изобретения, вроде видеомагнитофона, литий-ионного аккумулятора и Дэвида Хассельхоффа, многие технологии RSV процветали лишь за рубежом. Антиблокировочные тормоза и подушки безопасности на серийные авто начали ставить на Мерседесы. Toyota первыми применили систему аварийного торможения аж в 2003 году. Активный круиз-контроль представила Volvo в конце 2001-го. Но всё это произошло спустя долгие и долгие годы после проекта миникар. Тем не менее, напрягает факт, что все эти сегодняшние пять звёзд получены в результате испытаний на скорости 35 миль в час, что всё ещё на 15 миль, не дотягивает до планки, которую задал RSV ещё в прошлом веке. Мы должны быть благодарны этому концепту. Многие современные автомобили похожи на него, что и снизило смертность на дорогах. К примеру, в США в конце 60-х гибло по 40-50 тысяч людей в год, сегодня же этот показатель чуть более 30. И это несмотря на возросшее количество населения и автомобилей в частности. Мини-кар RSV не имел большое влияние в своё время, однако на 30 лет опередил его, став предвестником того спектакля, который мы видим сегодня. Перед тем, как я покажу вам следующий автомобиль, рекомендую предварительно проглотить свой чаёк, дабы не выплюнуть его на экран вашего устройства. Особенно, если этот чай производства мой чай Иру. Жаль будет портить столь качественный и вкусный продукт. Кстати, у этих ребят можно приобрести разнообразнейшие улуны, пуэры, зелёный или красный чай с различных уголков земли. Можно найти как коллекционный чай за десятки тысяч рублей, так и доступный, но при этом тоже очень классный. Я подсел на мой чай Иру как на иглу, даю и вам гарантию, что вы забудете о той чайной трухе, которая продаётся в наших магазинах. Она в подмётке не годится даже самому дешёвому чаю на сайте ребят. Представлено и огромное многообразие любых других товаров, связанных с культурой потребления чая, вплоть до медовых сборов и кремов на его основе. Ссылка на мой чай Иру, где вы сможете ознакомиться со всем ассортиментом в описании. Помните три проекта ESV от Fiat в прошлом выпуске? Да, их невозможно забыть. Так вот, Fiat продолжил развивать эту тему, и в 1978-м с подачи итальянцев был открыт Институт развития автомобильной техники. В рамках его исследовательской программы Fiat решили разработать концепцию модульного автомобиля, который станет актуальным уже в 90-х и принесёт за собой лучшие разработки современности во все будущие автомобили. Было разработано шасси из сварной стали. Этот материал продемонстрировал наилучшие показатели сочетания прочности, дешевизны и способности держать удар. Изюминкой платформы стала её стандартизация. К нему можно было крепить узлы и различные модули. Это означало, что вместо того, чтобы создавать индивидуальные платформы для каждой модели, отныне целое семейство автомобилей от множества брендов может быть разработано на основе одной общей архитектуры. Различия обеспечивались бы лишь разными подключаемыми модулями к этой основе, но и они также в большинстве своём должны быть стандартизированы. Такой подход предполагал большое разделение труда производства автомобилей, а это означало, что любой агрегат будет создан узконаправленными специалистами и будет производиться повсеместно, обеспечивая таким образом эффект масштаба и давая производителю существенную экономию издержек производства. Также он предполагал отсутствие необходимости переделывать кучу сопутствующих агрегатов при каких-либо изменениях в каком-то из остальных. Любая часть, болтик или гаечка становились окутаны паутиной стандартов. Эти идеи Фиат воплотил в прототипе VSS 1981 года. Концепт принял облик пятидверного хэтчбека, хотя седаны и все остальные также могли использовать его базу. Кузов VSS состоял из девяти несущих пластиковых панелей. Пластик выбран для снижения шума, вибрации и веса автомобиля, а также для создания более драматичных форм, хотя, к сожалению, последняя возможность в данном случае, мягко говоря, реализована не полностью. Придумать более мыльный и скучный автомобиль было бы сложно. Однако Фиат побоялся стать первопроходцем с данной технологией производства, опасаясь огромных затрат на реорганизацию производства и негативного мнения клиентов, когда те узнают, что в основе разных машин кроется единая конструкция. В итоге разработкой успешно воспользовались другие. Наглядный пример – платформа MQB от Volkswagen или CMF от Renault Nissan. Фиат же продолжил работать по старинке, несмотря даже на тот факт, что в перспективе производство VSS обходилось бы ему на треть дешевле, чем изготовление тогдашнего аналога Fiat Ritmo. Идейным продолжателем проекта ESV стала и британская компания British Leyland, пару интересных концептов которой я также показывал вам в прошлом выпуске. Одним из воплощений этих идей стал PSC-1, показанный в 1985 году на Международной конференции по автомобильной безопасности в Оксфорде. Хэтчбэк имел полностью измененную переднюю часть, которая развивала инновации компании в области безопасности пешеходов. К примеру, передний бампер из полиуретана выдерживал столкновение на скорости до 40 км в час и был в то же время достаточно мягким, чтобы уменьшить травмы ног у пешеходов. Также снижались и риски травмирования головы, так как стеклоочистители прятались под специальную пластиковую нишу перед лобовым стеклом. Любопытно также, что при ударе передние фары уходили внутрь крыла, чтобы пешеход не мог пораниться острыми кусками стекла. Инженеры также приподняли капот на каких-то 50 мм, что тем не менее дало больший зазор между жесткими компонентами двигателя и нижней стороной капота. А это уже значительно уменьшало травмы при ударе. Пороги были усилены добавлением внутренних скруглений, которые сопротивлялись вращению вокруг своей продольной оси. Поработали и над безопасностью пассажиров. Подрамник заменили на специальную сдвоенную коробчатую секцию, очень прочную, но при этом поглощающую удар. Подобную поместили и в одном дюйме от задней части двигателя, а также под крыльями концепта. Капсулу салона усилили переработанной конструкцией пола и дополнительной балкой в крыше, чтобы усилить ее жесткость и этим избежать деформаций при авариях. Кстати, усиливающие элементы на днище ярко окрашены зеленым цветом на этом фото. По заверениям компании, PST1 – это самая прочная оболочка метро из когда-либо построенных, а еще на нем была особенная экспериментальная краска, которая была одной из первых, что содержало вкрапления, меняющие цвет в зависимости от угла обзора. Вот такие вот инновации и поразительное внимание к мелочам в машине, напомню, 1985 года. Кстати, ее совсем недавно продали на ebay за 5000 пунктов. В следующем выпуске я покажу вам автомобили безопасности из начала нулевых. Там будут поразительные концепты Volvo, Mercedes и другие. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот выпуск, и удачи вам на дорогах. До встречи уже на этой неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова